Привет, дорогие друзья! Вот и настало время разобраться с тем, кто же такие эти необычные маскоты Элден Ринга, а именно горшки. Скажу сразу, что до доброй половины выводов, которыми я поделюсь с вами в этом видео, мы дошли совместно с прекрасной Лизаветой Штейн. Но поскольку я не могу привести тут каждый ее коммент из нашего диалога, я, пожалуй, просто покажу вам ее фотографию. Все с разрешениями леди, разумеется. Ну а тем временем мы начинаем. Из описаний предметов мы можем узнать, что кувшины явно сделаны из глины, да и делает их великий гончар, о чем мы поговорим позже. Такие черепки – настоящее сокровище, ведь в них заключена волшебная сила. Именно ради них браконьеры истребляют дружелюбный народ. Используется этот ингредиент, выбиваемый, как несложно догадаться, из больших и малых кувшинов только для одного единственного рецепта, а именно аромата железного горшка, повышающего сопротивление урону, как железная кожа или каменная кожа. Запрещенное творение порочных парфюмеров. Творение, для которого нужны осколки пойманных благородных кувшинов. Порочные парфюмеры ничем не лучше браконьеров, охотящихся на живых кувшинов. Именно поэтому парфюмеры и их прихвостни охотятся на кувшинчиков по всему миру, разбивают их и разбирают на черепки. Безусловно, глина, из которой они созданы, необычная, и даже осколки живых кувшинов хранят в себе некую магию. Но как в глину мастер сумел вдохнуть жизнь, решительно непонятно. Тотчас же вспоминаются глиняные люди, о которых можно прочитать в описании их праха. Прежде эти деградировавшие создания были жрецами. Они служили древней династии и искали утраченные откровения. Умеют создавать два вида пузырей. Маленькие и большие. И тем не менее, что это нам дает? Да ничего! Понятное дело, что во многих мифах реального мира из глины создавали первых людей, а также мы все помним легенду о глиняном големе, которому на лбу написали еврейское слово «эмет», что значит «жизнь», а потом стерли первую букву и получилось «мет», что значит «смерть», отчего глиняный болван тут же развалился. Но за время своей жизни он успел затопить целый город из-за приказа алхимика, который сказал ему таскать воду, но не сказал, сколько именно воды ему нужно. И все-таки непосредственно в игре, кажется, ничто не указывает на причины оживания глины. С другой стороны, руки и ноги глиняных людей очень сильно напоминают руки и ноги кувшинов. Не могли ли великие гончары перерабатывать этих деградировавших созданий, вылепляя их тела в новых формах? Кто его знает. Но пока время двигаться дальше. Внутри же кувшинов находится мясо, точнее останки павших воинов, которые и придают им сил. Об этом напрямую говорит описание останков Александра, откуда можно узнать, что этот сувенир в память об Александре воине-кувшине найден в мертвой плоти, некогда наполнявшей его. В кувшинах обитают останки погибших бойцов. Они переходят из кувшина в кувшин в надежде обрести величие. Помимо прочего, о содержимом этих волшебных существ свидетельствует сырая тевтелька, которую мы выбиваем из кувшина при первом убийстве со ста процентной вероятностью. Еще немного информации находится в описании осколка кувшина воина, где мы читаем, что это осколок разбитого воина-кувшина. К черепку прилипли ошметки плоти, а узор под толстым слоем слизи едва различим. Возможно, все это останки королевских воинов. Также мы видим похожее описание у осколка Александра. Вот только внутри его находились останки ржеволосого героя. То есть он успел таки поглотить плоть побежденного нами Родана, что довольно интересно. Изначально источником всех знаний о горшках был для меня Александр, как думаю, и для многих других игроков. Все потому, что найти его по сравнению с другими персонажами гораздо проще. Этот огромный кувшин, точно ваша маленькая сестренка, постоянно застревает, где не попадя, и нам, как добросовестному старшему брату, приходится доставать дрын побольше и иногда даже использовать смазку, чтобы его вытащить. Кроме подобного рода развлечений, целью путешествия Александра являются поиски невиданной силы, о чем он рассказывает нам самостоятельно, когда мы встречаемся с ним на пути к фестивалю Родан. Я был создан как сосуд для воинов. Во мне живет множество славных воителей, мечтающих стать великими героями. Это мое предназначение, цель моих поисков. Это мое бремя, если хочешь, вечно совершенствоваться и испытывать себя в битвах со все более сильными врагами. Однажды мы станем одним целым, величайшим героем всех времен. Ну, что думаешь? Каковы, по-твоему, мои шансы? После величайшего сражения и совместной победы над Роданом, мы находим Александра Копошащимся в трупах. Не просто даже Копошащимся, но пожирающим их. Поговорив с ним здесь, мы узнаем, что он набивает себя трупами сильнейших героев, чтобы впитать их силу и обрести куда большее могущество. Копошащимся в трупах. Копошащимся в трупах. Копошащимся в трупах. Копошащимся в трупах. В одну из следующих встреч мы обнаруживаем Александра, прогревающим свои пятки в лаве, где, по его словам, он пытается закалить себя, чтобы стать крепче. Как и любой нормальный горшок, он, судя по всему, сделан из глины. Хорошую глину уже очень давно люди научились обжигать в специальных каменных печах с толстыми стенами, которые способны доводить температуру воздуха внутри до тысячи градусов по Цельсию. При подобной температуре из глины испаряются последние несчастные молекулы воды, а сам материал сплавляется в единую прочную структуру, которую уже нельзя размочить водой. Таким образом, становится ясно, что кто бы ни создал эти горшки, закаливать он их не стал, предпочтя оставить их более хрупкими. Но до этого мы еще дойдем. В любом случае, теперь путь Александра лежит к вершинам великанов, где он надеется закалить свое тело в пламени погибели, что ему, судя по всему, удается, ведь в следующий раз мы встречаем его уже в Фарума-Азуле, когда он говорит нам о том, что готов к последнему испытанию — битве с нами. Продолжение следует. Поверь мне, когда ты готова. Я стараюсь бороться к борьбе, как ты. Как я предупреждал. Виктория не могла. Эта корабль была потерпевшена. Мои благодарности. Я знал, что ты являешься в оборудовании. Это было невероятное борьбу. Я имплорю тебя. Возьмите, что я предупреждал из внутри меня. Все корабли предпочтены, чтобы один день уничтожить. Но великолепный Александр живет как вооружащий до своего последнего. Потерпев поражение от нашей руки, он говорит очень интересную фразу, а именно «Всем сосудам суждено разбиться». Не думаю, честно говоря, что это некая форма экзистенциального смирения перед лицом неизбежного конца. Скорее, Александр прямо говорит нам о том, что кувшины были созданы с исключительно утилитарными целями для того, чтобы выполнить свой долг – сбор и транспортировку трупов. Вот только куда и зачем? В озерной Лиурнии мы встречаем Александра после битвы с Роданом, вновь застрявшим в породе. После того, как мы помогаем ему выбраться, он рассказывает нам о том, что хотел посмотреть с вершины скалы на место, откуда он родом. Оттуда мы можем спуститься по торчащим из скалы могильным плитам и обнаружить целую деревеньку – больших и маленьких горшочков. Здесь они живут, растят цветы и мечтают о том, чтобы однажды отправиться в дорогу на поиски великих героев, которых могли бы поглотить. С одним из деток-кувшинов мы можем поговорить. Он расскажет нам о том, что однажды даже он отправится в путешествие, чтобы стать великим героем, как дядя Александр. «Онкл Александр сказал, что он не вернет снова». «Моя дом – это из прошлого, и как они говорят, это один странный страной». «Я думаю, что это часть быть воориор, да? Так что, пожалуйста, не скажи никому, потому что… но я, в самом деле, я тоже воориор-жар. Однажды, я буду просто как анкл Александр, и я буду оставаться в городе, чтобы стать чемпионом». Кроме того, от него мы узнаем, что кувшины ищут великого гончара, на чью роль мы явно не подходим, из-за того, что у нас недостаточно нежные руки. Ааааа. Ты будешь быть новым Potentate? Кося, действительно! Это прекрасная новость! Не легко быть Potentate, но я знаю. Поделите мне твои руки. Это просто маленький тест, cuz. Чтобы понять, что ты получаешь правильное. Твоя кожа не так мягкая, да? Тебе нужно слегка, слегка для потентей, понимаете? Извините, Куз. Но я не думаю, что ты получишь то, что нужно. Что ж. Не выглядишь так глум, Куз. Судя по всему, именно здесь, в этой деревне, жил и работал когда-то Великий Гончар. Но кто же такой этот Великий Гончар? Кто им был? И кто еще может им стать? Давайте попробуем разобраться. Дитя Кувшина говорит, что наши руки слишком грубы и мы не можем быть Великим Гончаром, ссылаясь на то, что у Гончаров должны быть очень нежные руки. В русском варианте Кувшинчик говорит, что мы не Белоручка, хотя на английском слышна фраза про то, что наши руки недостаточно гладкие. Из чего можно заключить, что Гончарами могли стать только аристократы, которым никогда не приходилось в достаточной мере сражаться оружием и уж тем более работать в поле. Именно тогда их руки могли остаться нежными и гладкими. Достаточно нежными для того, чтобы создавать новую жизнь. Пускай даже искусственную. В самом начале игры мы также можем выбрать для себя аристократическое происхождение. Однако одного этого недостаточно. Ведь мы так или иначе воины, наши руки давно покрылись мозолями от рукояти мечей, топоров и прочего оружия. То есть Гончаром должен стать аристократ, но при этом не столь искушенный воин, как мы. Найдется ли такой человек в этом ужасном мире? О да, такой человек еще найдется. История рыцаря Диалоса Хослоу трагична, как и все остальные истории в этом мире. Это история человека, силищегося отыскать свое призвание. Рожденный аристократом, он был вынужден стать рыцарем. Однако на пути воина он не преуспел. Но обо всем по порядку. Итак, мы встречаем его в первый раз в замке Круглого Стола, где он говорит нам о том, что его верная служанка куда-то пропала. Если же мы пропустим эту встречу, в целом ничего не изменится. Так как его по-прежнему можно будет встретить на руинах в озерной Лиурнии, где он будет оплакивать свою служанку Ланью. КОНЕЦ При следующей встрече в Замке Круглого Стола он расскажет нам о том, что решил присоединиться к мятежникам, убившим Ланию, с которой он был знаком с самого детства. Теперь ему известно их местоположение, и он намерен им отомстить. Теперь, after what they did, I can scarcely believe it myself, did they think me a fool? You might be surprised to learn I took them up on the offer. Then I only had to ask. The location of the recusant hideout. It's on Mount Gelmir, found off the old road that leads west from the town of Windmills. That's where they hide. The manor on the peak. Just you wait, wretched recusants. You'll rue the day you insulted my name by laying hands on Lanyer. The tale of house Hoslow is told in blood, after all. Однако по прибытии в поместье храбрый рыцарь Hoslow резко меняет свои взгляды под сладкоголосыми речами танцовщицы из далеких земель, лишая что его призвание отныне убивать предателей и служить бессмертному делу мятежников. Стремясь соответствовать громкому имени своих предков, история дома которых написана кровью, он ненавидит свои руки, которые слишком белы и нежны, в отличие от рук убийц и воинов, коими славился род Хослоу. I always resent these hands, their pale complexion, a far cry from any warriors, the shame of house Hoslow, but that won't be the case for long. They'll be darkened by grit, once I've set out on the path of champions. С каждым новым убийством он все больше и больше разочаровывается в себе и своем выборе. Он понимает, что быт воина не для него и в конечном итоге оставляет поместье. После этого мы находим его в Кувшинграде, где он начинает заботиться о кувшинчиках. Благодарность те нарекают его великим гончаром. Он очень рад своему выбору и доволен делом, которое избрал. Впервые в жизни он чувствует, что все сделал правильно. Так Диаллас нашел наконец свое предназначение. Диаллас нашел в Кувшинграде Диаллас нашел в Кувшинграде Дитя Кувшинчик также доволен появлением Диалласа и его шелковистых рук в жизни поселенцев. Но сожалеет о том, что рыцарь не столь большой и сильный воин, как мы. Что ж, во всем угодить никогда не получится. И все-таки кувшинчики рады, что появился новый гончар, который способен их защитить, починить и, кто знает, может быть, однажды создать новых кувшинчиков. Диаллас нашел в Кувшинграде Но Миядзаки не был бы Хидетакой, если бы не закончил эту историю так же печально, как и все остальные. В определенный момент на Кувшинград нападают браконьеры, и мы обнаруживаем раненого Хослоу, который как мог пытался защитить своих подопечных. Кувшинграде В то же время для маленького кувшинчика Диаллас становится героем, на которого он хочет быть похожим. Ведь, несмотря на его размер, он все-таки тоже воин кувшин. Позднее мы видим, как дитя Кувшина пожирает Диалласа, а после присваивает себе девиз его семьи. Так рыцарь Диаллас Хослоу остается существовать внутри Кувшина, о котором заботился. Но в этом квесте есть еще один очень интересный момент. Он заключается в том, что на месте гибели великого гончара Хослоу мы находим руну Нумена. И вот это уже вызывает у меня довольно много вопросов. Понятное дело, что в конце этого долгого квеста игрока должна ждать какая-то весомая награда. Ведь иначе он не почувствует, что успешно завершил квест. Но ведь можно было положить туда что угодно. Буквально что угодно! Но нам предлагают именно руну и именно Нумена. Описание ее говорит нам о том, что Нумены явились в Междуземье издалека и происходят из того же рода, что и сама королева Марика. То есть эта руна действительно принадлежит Нумену. Кроме того, эту расу мы можем выбрать в начале игры одним из происхождений персонажа. Что говорит нам о том, что до сих пор Нумены встречаются в Междуземье. Ну или по крайней мере встречались на момент долгого похода погасших. В котором также участвовал наш герой. Однако я не думаю, что Диалос сам был Нуменом. В игре также присутствует его брат. И если бы они оба были Нуменами, то авторы непременно оставили бы на это больше указаний. Хотя бы чтобы после убийства брата Диалоса, Джуно Хослоу, нам также доставалась бы руна Нумена. Но этого не происходит. Хоть брат Диалоса и был наследником рода, после себя он руны Нумена не оставляет. Из описаний шлема Джуно можно узнать, что этот серебряный шлем с двумя хвостами украшен цветочными узорами. Символ главы досточтимого дома Хослоу. У Джуно Хослоу был младший брат, который только и умел что-то чесать языком. И был он столь нерешительным и незрелым, что Джуно без труда стал наследником династии Хослоу и смог беспрепятственно одаривать своего братца любовью. В описании же маски Диалоса мы видим следующие строки. Копия серебряного шлема, украшенного цветочными узорами, только без хвостов. У Диалоса Хослоу был старший брат, твердый, беспристрастный и немногословный. За ним всюду следовал успех, что сделало его недостижимым идеалом. Так что младший Хослоу возжелал пойти по стопам старшего. Он мечтал о дне, когда напишет историю дома Хослоу кровью, прекрасно зная, что это разобьет сердце брата. Однако никаких причин быть одному из них или же сразу обоим нуменами я в этих описаниях не вижу. Могу предположить лишь то, что в роду Хослоу были нумены, и теперь этот нуменский ген проявился в большей степени у младшего Хослоу, потому-то у него и были столь нежные и шелковистые руки. Может ли быть так, что только нумены могли быть гончарами, и только им или их потомкам, притом не отягощенным военным ремеслом, удавалось бы совладать с магической глиной, придавая ей новую форму? Пожалуй, этот вопрос я оставлю на ваш суд, дорогие зрители. Кстати, у Кувшинчика осталось несколько неиспользованных строк. Наверное, нет смысла их читать, ибо они все, так или иначе, касаются, очевидно, вырезанные из игры механики посадки семян в одном из старых горшков посреди деревни, как в клумбе. Судя по его словам, мы могли собирать не только сами растения, но и семена этих растений в разных локациях и приносить их сюда, чтобы высадить посреди Кувшинграда. Забавная, мне кажется, одна из последних вырезанных фраз. О, снова привет, братец. Тебе уже удалось опустить семена в большую вазу, да? Но эти цветы мне не очень нравятся. Извини, братец, я знаю, что ты принес семена издалека, но я, в отличие от тебя, Кувшин. Наверное, мы видим мир по-разному. Я догадываюсь, о чем он говорит. Не думали ли вы, что достаточно странно находить в Кувшинграде среди обычных цветов еще и кустарники желтого ока? В описании его плодов написано следующее. Плод кустарника, истекающего соком, встречается в землях, пораженных пламенем ярости, облегчает боль, но одурманивает сознание и вызывает привыкание. Интересно, что это наркотическое растение, да еще и растущее, как правило, в землях, подверженных влиянию пламени ярости, делает здесь, в этой обители мира и покоя? А я вам скажу, что, думаю, после отмены механики посадки различных растений, разработчики просто оставили в деревне все те кусты и цветы, которые мы могли бы сюда принести в качестве семян. Именно поэтому тут так много всяческих цветов из разных регионов мира. Что ж, получилось довольно интересно, как по мне. Ну и пора уже, наконец, разобраться в самом главном вопросе, а именно, зачем кто-то создал эти таинственные керамические формы жизни? Итак, зачем же они были созданы и для чего существовали? В том, чтобы разобраться с этим вопросом, нам помогут кладбища кувшинов, раскинувшиеся перед малыми древами Эрд по всему Междуземью. Думаю, именно их подкармливали трупами могущественных героев самоходные горшки, но для начала предлагаю вам рассмотреть эти разбитые сосуды поближе. Все кувшины здесь абсолютно пусты, так как все их содержимое насухо выкачано корнями древа. Кое-где может показаться, что среди осколков еще есть что-то темное, напоминающее мясо или нечто похожее на него, но нет. Все модельки одинаковые. Я специально проверил другие. В этом месте мы видим всего лишь полуприкопанный осколок, повернутый вверх внутренней стороной. Внутри кувшины покрыты темной слизью, что можно отлично разглядеть, если присмотреться к внутренностям того же Александра Железного Кулака. Полагаю, сделаны разбитые кувшины из точно такой же модельки, что и он, разве что руки и ноги у них отобрали. Но вернемся к причине этого жертвоприношения. Как мы знаем, однажды древо Эрд дало семена, и по всему Междуземью стали прорастать золотые побеги. Судя по всему, люди заметили, что деревья быстрее растут на полях сражений, там, где погибли многие могучие воители. Возможно, местные властители жаждали вновь обрести благодать и надеялись, что новые деревья будут способны ее даровать, как молодое древо Эрд когда-то. А может быть, помочь побегам прорасти решили церковники, поклонявшиеся древу Эрд, которые восприняли необходимость подкармливать молодые побеги трупами в качестве священного долга. Со временем под каждым малым древом Эрд для этих целей вырыли катакомбы, вполне возможно, под руководством того самого Розуса, что до сих пор ведет погасшим к подножиям древ. Но это случилось много позже, а для начала маленькие ростки необходимо было подкармливать иным способом. Тут-то и пригодились горшки, собиравшие в себя лучших из лучших, аккумулировавшие в себе их силу. Могущество павших в боях героев становилось великолепной подкормкой для разрастающихся малых древ. Именно поэтому вокруг малых древ мы видим так много разбитых горшков, которые иной раз оказываются даже больше Александра, что также указывает на могущество героев, заключенных когда-то внутри них. Ведь кувшины растут сообразно в питанной силе. Вот почему возле ворот одного из колизеев мы видим такой огромный кувшин, которого не встречали еще нигде в игре. Очевидно, до закрытия этих кровавых арен он поглощал тела убитых на арене героев, а после сам стал устраивать бои, выпуская против новоприбывших воинов фантомы, тех, кого давно поглотил сам. Проигравших же бойцов он также пожирал и все продолжал расти. Видимо, именно незакаленная волшебная глина позволяла ему увеличиваться в размерах, как любому другому кувшину. За победу над своими фантомами он дает талисман, который, как мне кажется, символизирует его самого. Оружие, набитое в кувшин до отказа, символизирует его бывших носителей, героев, поглощенных этим великим кувшином. Амулет, напоминающий большой кувшин, набитый оружием. Великий кувшин дарует этот талисман своим воинам. Чем тяжелее ноша, тем крепче мышцы. Вполне возможно, что это и есть ответ на вопрос о том, почему великий гончар не закалял свои творения. Во-первых, чтобы не лишать глину пластичности и позволять горшкам разрастаться до невероятных размеров. Ну а второй причиной могла быть необходимость сохранения их хрупкости, чтобы при надобности было легко их разбить, поднеся лакомое содержимое очередной молодой поросли древа эрт. Тем не менее, в описании маленьких горшочков, из которых мы можем делать бомбы, написано «При повреждениях этот пустой горшок странным образом восстанавливается сам по себе». Это указывает нам на еще одну интересную особенность волшебной глины. Вполне логично, если эта глина не закаленная, и трещины на ней можно замазать, снова размочив материал, чего с закаленной керамикой сделать уже не получится. Вполне возможно, что регенерация была также задумана великим гончаром, дабы обезопасить и без того хрупкие создания в далеком пути, что им предстоял. Вот такие неоднозначные существа – кувшины из Элден Ринг. С одной стороны, этот народец действительно дружелюбен, и мы можем убедиться в этом, добравшись до Кувшинграда и подружившись с местными. Дитя кувшина даже делает нам подарок в виде маленького амулета, описание которого гласит «Талисман, который кувшины дарят своим друзьям». Хотя кувшинов пробуждает к жизни человеческая плоть и кровь, они на удивление дружелюбны. Может статься они куда лучше своего содержимого. Кстати, это может указывать еще и на то, что не только волшебная глина участвует в оживлении этих существ, а в первую очередь за их оживление ответственны человеческие плоти кровь. Но с другой стороны, без волшебной глины все равно бы ничего не получилось, поэтому пока не будем уделять этому вопросу слишком много внимания. И все-таки с другой стороны, столь миловидные и добрые с первого взгляда кувшинчики беспрекословно служили тирании золотого порядка. Может быть, сами того не ведая, ведь служение было их природой. Великой воле пришлось долго ждать, прежде чем люди поверили, что должны приходить к корням малых древ, чтобы после смерти обрести благодать. А до тех пор трупы к корням подносили самоходные горшки. И если само древо Эрт впитывало в себя только сильнейших героев Междуземья, то малым древом вполне было достаточно и душ простых воинов, которых полным-полно лежало на полях сражений, особенно во времена Раскола. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и не забывайте, пожалуйста, что в группе в Телеграме есть ссылка на чат. Она находится справа в описании группы. Ну и очень вас жду в нашей новой группе ВКонтакте, где будет информация по музыкальному творчеству нашей группы Душа Дракона, где также можно будет пообщаться не только со мной, но и с другими нашими музыкантами. Ну а пока, до новых встреч, друзья. Хорошего вам года и скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok